Завершила череду выпускных праздников торжество третьей школы. Привычной дорогой вчерашние старшеклассники спешили в знакомые с детства стены. Но уже не звонок, но урок собирал их здесь в этот вечер. Уважаемые коллеги, мы каждый год с вами выпускаем самых лучших, самых красивых. Потому что на тот период, когда ребята подходят к 11 классу, наступает уже определенное взросление. И мы уже больше друг друга понимаем, несмотря на то, что между нами даже несколько поколений, да, если говорить по возрасту. Яркие и неординарные, талантливые в самых разных областях. Выпускники третьей школы, подобрав к празднику самые лучшие наряды и костюмы, предвкушали получение заветных корочек. Они заслужили эту награду. Радует то, что наши высшие достижения, таки формально признанные, это аттестаты с золотым тиснением. Все ребята фактически показали высокий уровень. То есть это заслуженные аттестаты, вот именно с таким тиснением. Что касается остальных ребят, то у нас очень высокий результат. У нас результат всегда выше районного и очень многие результаты выше областных и российских. Этот момент волнителен для всех. Для выпускников, для их родителей, для педагогов. Учителя грустят о том, что без каждого из ребят школа в какой-то степени становится обездоленной. Но на смену им уже идут новые ученики. Самое главное, что мне хотелось бы пожелать выпускникам, это, наверное, терпение. Потому что очень много испытаний нам предстоит, очень много различных дел, которые очень хочется воплотить в жизнь. Поэтому, да, наверное, терпение, желание, усилий. Ну и просто хорошего настроения, чтобы на все хватало этого настроения. Сейчас, прощаясь со школой, Елена вспоминает, как, придя в первый класс, она даже не догадывалась о том, что ее ждет впереди. Называет то время приятным предвкушением. Сейчас тоже присутствует некая растерянность, но уже в наличии и некоторый жизненный опыт, который помогает справиться с любым волнением. Школа мне дала, в первую очередь, наверное, уверенность в себе. Ну, не будем говорить о том, что она дала мне знания. Собственно, для этого школа это главное предназначение. Вот. Школа научила меня жить со своими одноклассниками, уметь взаимодействовать, то есть находиться в социуме. Вот. Ну и просто научила меня быть собой. 43 человека в третьей школе в этом году покинули два одиннадцатых класса. Десять из них получили аттестат особого образца. Золотое тиснение навсегда ляжет памятной лентой в их судьбе. Выпускник одиннадцатого Б. Вячеслав Попов говорит, нужно забыть о Лене, чтобы прослыть круглым отличникам. Ему это не всегда удавалось, но у обладателей обычных дипломов позитивных эмоций никак не меньше, чем у передвигов учебного процесса. Ну, когда я сдавал, допустим, профильную математику, я думал, что я ее не сдал. Ну, когда Министерство образования, то есть снизило один балл на порог, я по всей квартире скакал, счастливый человек, то есть я сдал все экзамены, я могу поступать, куда захочу. Слава вспоминает, что в первый класс его будто вчера мама провожала. А в этот день на сцене у него перехватывало дыхание от того, как пролетели годы. Отпускать ребят в школе тяжело, но все же радостно, с легким сердцем отправляют педагоги своих воспитанников в полосатую жизнь. Трудности обязательно встретятся на их пути. Главное, что в школе сегодняшние выпускники получили навыки, как их преодолевать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!